Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. Квартирный вопрос на глазах приобретает такую же остроту, как некогда вопрос земельный. Неудивительно, самая модная сегодня поговорка «моя хата с краю» работает ровно до тех пор, пока перед хатой не останавливается бульдозер. Кузьма, большой ты должно быть уже пашковитый, дымовик. Так что заселяться в 16-ти этажку будем розыграть. А квартиру определяю тебе под номером 588. До скорой встречи, твой сосед Нафаня. В этом 17-м году введение в оборот иностранного слова начинающегося на «р», а заканчивающегося на «я» может вызвать незапланированные ассоциации. Но ведь реновация, реновация и рознь. Великая октябрьская социалистическая реновация на первом этапе действительно означала разрушение до основания. Однако был и второй этап, описанный в разделе «А затем». Отряд является в квартиру Богатого, осматривает ее, находит пять комнат на двоих мужчин и двух женщин. Вы потеснитесь, граждане, в двух комнатах на эту зиму, а две комнаты приготовьте для поселения в них двух семей из подвала. На время, пока при помощи инженеров, вы, кажется инженер, не построим хороших квартир для всех, вам обязательно потесниться. Любому вменяемому человеку понятно, здесь ключевое выражение «не потеснитесь», а пока мы с вашей инженерской помощью не построим хороших квартир. То есть напрасно, напрасно хватался за сердце профессор Преображенский. Скажите, это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина? Нас. Боже, пропал дом. Не пропал Колобуховский дом. Несмотря на весь интеллигентский сарказм, квартиры построены были. Да, здесь очень полезно сопоставить, что было и что стало. До девяти десятых промышленно-заводских рабочих при царском режиме в 1913 году обитали в трущобных бараках и казармах. А пределом надежд рабочей семьи на жилье была даже не отдельная комната, роскошь неслыханная в казарме или бараке, а отдельный семейный угол за ситцевой занавеской. Особенно тяжелыми были условия жизни рабочих в текстильной промышленности. По 40 человек должны были спать на деревянных двухэтажных или трехэтажных кроватях в одном помещении. Плотность заселения составляла полтора-два метра на человека. Только в 1914 году в центре Москвы пустовали 5000 больших комфортабельных квартир. В то же время в 27 тысячах квартир-ночлежек проживало 300 тысяч беднейших москвичей. Уже в 1940 году в стране было более 4000 подрядных строительных и монтажных организаций. В строительных организациях было более 2000 экскаваторов, по 1100 скреперов и передвижных кранов, 800 бульдозеров. На строительно-монтажных работах было занято более полутора миллиона рабочих и служащих. То есть целая строительная армия не бесправных гастарбайтеров, не рабов из ГУЛАГа, а настоящих хозяев собственной жизни. Конечно, сегодня тоталитарной фальсификацией может быть объявлена любая статистика. Но ведь никакие переписки не в состоянии скрыть следы той советской реновации. Хотя бы потому, что практически каждый из нас сегодняшних имеет к ней прямое коммунальное отношение. Без ударных советских строительных пятилеток, миллионы нынешних российских, украинских, молдавских, грузинских или армянских частных собственников не обладали бы пусть скромными, но своими квадратными метрами, как не обладают ими граждане просвещенных и цивилизованных западных государств. Ведь там-то жилье чаще всего арендуется или берется в кредит, а это означает моментальный вылет на улицу в случае задержки ипотечного платежа или несвоевременного расчета с ландлордом. Да, нам это теперь тоже знакомо. Но все же, как начиналась наша проклятая реновационная эпоха? Вторым декретом октября стал документ, отменяющий частную собственность на землю. В городах с населением больше 10 тысяч человек было национализировано все жилье выше определенной стоимости. Наркомат внутренних дел и местные советы получили возможность заселять пустующие здания. Только в Москве жилье получили больше полутора миллионов рабочих. Раньше они составляли лишь 3% обитателей Садового кольца, а к 1924 году уже половину. С 1923 года по 1927 построено 12 миллионов квадратных метров жилья. С 1927 по 1931 еще 29. К 1939 году на карте 215 новых городов и 1500 поселений. Особенно потрясает статистика за 44-й. В этот год на освобожденных от фашистов территориях восстановлено и вновь построено 839 тысяч зданий и 12 миллионов квадратных метров жилья. В момент, когда Гитлер рвется к Сталинграду в таджикском Сталинобаде, в строй вводится новый оперный театр на тысячу мест. За время войны в Москве построят 7 новых станций метро. Любопытно, как тогдашние реновационеры решали вопрос с расселениями. С началом пятилеток строительство велось в основном промышленными предприятиями для своих сотрудников, а выселения стали обычной практикой. Указ от февраля 1931 года наделял наркоматы водного транспорта и связи правами выселения жильцов, не связанных с этими ведомствами. Также личный вопрос оказался увязан с вопросом трудоустройства. Без права на жилье могли остаться нарушители трудовой дисциплины, тунеядца и лица, совершившие преступления. В то же время были улучшены нормативы проживания для отдельных категорий работников. Так, 5 апреля 1931 года ученые получили право на отдельную дополнительную комнату для работы площадью не меньше 20 метров. Само собой, никто, мягко говоря, не жаловался, не митинговал. Но не столько потому, что страшно было. Вот вам хорошая иллюстрация. Март 1953 года, март 1953. В Ленгеле из московской резидентуры уходит вот эта шифровка. Сегодня она рассекречена и доступна всем и каждому на сайте Центрального разведывательного управления. В 1953 году советские рабочие получили 700 миллионов рублей в виде займов на строительство собственного жилья. Из 203 тысяч заложенных зданий уже через год были заселены 100 тысяч. Общая площадь составила 3,5 миллиона квадратных метров. В 1954 году будет предоставлено жилищных займов на 1 миллиард рублей. Ожидается введение в эксплуатацию почти 4 миллионов квадратных метров жилья. Вот так выглядела, выражаясь современным интернет-языком, реновация здорового человека. Но мы-то знаем, и как может выглядеть реновация курильщика. Так к Олимпийским играм готовилась Бразилия. Бульдозерами сносились хижины, а на их месте вырастали ослепительные спортивные дворцы. Занималось этим вроде бы левое правительство, но правительство, опиравшееся на олигархов и постоянно искавшее компромиссов с Западом. То есть с Севером. Та реновация обошлась Бразилией дорого. Массовый протест, усиленный провалом бразильской футбольной сборной на чемпионате мира, обернулся Майданом. Противоположный реновационный пример дает Китай. Чин Кон Лян обнимает свою дочь на фоне старого и нового дома в своей деревне на юге провинции Хайнань. Ее семья, состоявшая в списке беднейших жителей деревни, получила государственную субсидию в 41 тысячу юаней, около 6 тысяч долларов, на постройку нового жилья. С 2016 года региональные власти в приоритетном порядке принимают меры по борьбе с бедностью. Только в одной деревне новые дома получили 44 семьи. Еще 40 ожидают переезда в 2017. В чем же разница между бразильской и китайской реновациями? В том, что в Китае строительство ведется не в богатых столицах, а по всей стране. Не хаотично, а под диктовку госплана. А занимаются им, как правило, государственные структуры. Китайские стройтресты не отданы в поголовно, в частные руки. А земля, несмотря на все рыночные эксперименты в Китае, мы знаем о них прекрасно, остается общенародной собственностью. Почти как в Советском Союзе, где ни земля, ни здания на ней физически не могли быть объектами спекуляций. Конечно, не обходится без проблем. Больше половины акций протеста в Китае, на минуточку сотни тысяч акций протеста в год, связаны с реновацией, с выселениями. Но ведь иначе не было бы ни ГЭС-3 ущелья, а это полтора миллиона переселенцев. Ни крупнейшего в мире телескопа, ни оперного театра в Гуанчжоу, ни атомной станции в Чиншане, ни пекинского международного аэропорта. В ближайшие 10 лет Китай планирует переселить в новые, быстро растущие мегагорода 250 миллионов человек. Это сопоставимо с населением Индонезии. Без обязательных условий, наличие государственного планирования и отсутствие частной собственности на средства производства. Любая реновация в состоянии собрать вокруг себя только реновальных. Трагические новости из Волгограда показали, наследие первой советской реновации мы уже доели. Не забудем и столичные, и волгоградские хрущевки, сброшенные рынком когда-то с баланса промышленных предприятий. Жаль нам хрущевки, жаль, но еще больше жаль сами предприятия. Вы хотели приватизации, хотели частной собственности, распишитесь. Вывод прост. Если рубашка слишком близко к телу, снимается она вместе с тремя шкурами. А реновация в любом случае неизбежна. Вопрос лишь в том, какой сценарий нам ближе. Китайский или бразильский? Вон отсюда! Вон! Вон! Конфискую! Здесь будет жить злая собака! Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому.